Первая проблема – это, прежде всего, чувство христианина. Это наше настроение, которое из года в год становится всё более и более биполярным, то есть разнообразным, нестабильным, постоянно скачущим, качающимся, как маятник, с одной стороны в другую. Верующие ждут, когда придёт им нужное настроение, нужное вдохновение для личных перемен. Но это настроение не приходит, оно скачет, как мячик сегодня, его невозможно уловить. Включил смартфон – пришла эйфория, выключил смартфон – накатила депрессия. И таких разных влияющих на наше настроение факторов очень много присутствует в нашей жизни, которых век назад, два века назад просто-напросто не существовало. Поэтому сегодня очень трудно человеку современному отладить своё настроение, сделать его стабильным для того, чтобы погрузиться в свой внутренний мир и исследование самого себя, сделать постоянной, качественной, стабильной привычкой, братья и сёстры. Следующая проблема – это проблема инфантильности. Что такое инфантильность? Ну, это латинское слово «infants», «дитя». Если в американском сленге переводить это слово, то оно означает «взрослый ребёнок». То есть, когда взрослый человек остаётся похожим на ребёнка в своём отношении к самому себе и к окружающему миру. И вот на этой проблеме мы сегодня остановимся чуть побольше. Вот такие верующие, инфантильные, они подчас живут беспечно и ждут, когда ими владеет это желание действовать всерьёз и надолго. А пока это желание не пришло, то они к будущему относятся как бы ровно. Они не думают об ответственности за себя, за окружающих людей, за церковь. Они хотят, чтобы в церкви они были совершенно вольными птицами во всём, никто их ни в чём не напрягал, ни за что, чтобы они ответственности не несли. Они не хотят жертвовать собою, не хотят жертвовать чем-то своим, а хотят в церкви исключительно самореализовываться для себя, чувствовать себя в церкви хорошо, комфортно, лайтово. Вот такой декоративный христианский детский садик. Вы знаете, в 20 веке психиатр Карл Густав Юнг, он о своём времени сказал такие слова. «Моё время — это безмерно разросшийся и раздувшийся детский сад». Но если брать 20 век, то это детский сад старшей группы. А если брать 21 век, то это детский сад ясельная группа. То есть общество становится всё более и более и более инфантильным, детским. Люди ни за что не хотят брать ответственность. Люди во всём проявляют какую-то запредельную степень нигилизм, равнодушие ко всему, безразличие, безалаберности какой-то. И тем самым, естественно, весь этот мир, он живёт сегодня очень напряжённо, очень пугающе. Если говорить о церкви, то инфантилизм стремится создать эгоцентричную, эмоционально зависимую и интеллектуально пустую веру в церкви. И это очень серьёзный вызов и большая проблема для будущего церкви. В своей работе, посвящённой исследованию взаимоотношений молодёжи и религии, исследователь Кристиан Смит обнаружил, что большинство подростков, даже те, кто активно участвует в жизни церкви, в чём-то служит, в чём-то практически развивает своё служение, жизнь христианскую, тем не менее, вот эта категория молодёжи, подростков, они имеют невнятные представления о религиозных вопросах, о своих убеждениях. Они, когда у них спрашиваешь, ну, в чём твои принципы христианские, в чём твоя, как бы, вера христианская, то они, как правило, редко используют такие слова, как вера, спасение, грех, Иисус, Христос. Вот этого очень мало, когда у них спрашиваешь о их христианских принципах. Но вместо этого, как пишет Смит, они возвращаются снова и снова к языку личной самореализации. Чтобы описать, почему Бог и христианство для них важны, они используют не библейский христианский язык, а язык современной популярной психологии. И Кристиан Смит у подростков и молодёжи взял 267 интервью. И в этих интервью 2000 раз подростки проговаривали вот такую фразу. Я в церковь посещаю или хожу, или что-либо ещё в церкви делаю. Для того фраза, чтобы чувствовать себя счастливым. Не потому что там Христос мой Спаситель, и потому что в истории церкви истинна, а потому что я хочу себя чувствовать, или я чувствую там себя счастливым, или хочу чувствовать себя счастливым. То есть я в церкви, потому что это придаёт мне лично ощущение счастья в чём-то, и помогает мне самореализовываться здесь в чём-то. Не чтобы Христос был счастлив от моей веры и моего служения, не чтобы был счастлив от моей веры и служения ближней, а я посещаю церковь для того, чтобы именно я был счастлив, от того, что именно для меня кто-то служил и приносил какие-то позитивы мне от этого. Пусть другие делают всё возможное в церкви для того, чтобы в этой церкви я был счастлив, я чувствовал себя счастливым. Конечно же, при таком подходе ни о какой зрелости во Христе не может идти речи, а ведь именно зрелость во Христе – это и есть наша первоначальная и главная цель, братья и сёстры, которую мы все, все поколения, собравшиеся здесь во имя Господа, должны стремиться. Давайте посмотрим, как говорит апостол Павел в послании филиппийцам во 2 главе, в 4-5 стихах о стремлении христианина, о достижении этой главной цели. Он говорит прямо противоположное мнениям современных молодых христиан, которые стремятся в церкви самореализовываться, искать пути счастья для себя. Он пишет, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе. А вот еще посмотрите, как о совершенстве и зрелости во Христе говорит апостол Иоанн в своем первом послании в 4 главе и в 17 стихе. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как кто? Как Он поступал». А Христа нельзя назвать самореализатором, инфантильным, безразличным. Мы, читая Евангелие, видим, как Христос поступал по отношению к этому миру, к людям, к церкви. А вот как по этому поводу или к этому призывает апостол Петр в 1 послании, в 1 главе, 15 стихе, мы читаем уже слова апостола Петра. «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». То есть подражайте во всем Христу, не подражайте популярным мнениям современным, которые призывают человека так самореализовываться, подражайте Христу, как Он делал это, прежде всего служа другим, и потом уже через это служение обретая подлинную реализацию самого себя, нахождению самого себя и предназначению, которое заложил в тебя Бог. Ясно говорится, не жди, когда к тебе придет соответствующее настроение, не жди какой-то благоприятной ситуации, или когда кто-то в церковь несет какие-то кардинальные перемены, не жди всего этого. Сам будь действующей переменой, сам будь в первую очередь человеком, поступком, сам будь примером для других людей, сам практикуй христианство действующей любовью, сам будь, сам действуй, сам вникаясь, сам исследуй, сам дерзай, сам твори, сам креатив, сам меняй положение вещей, сам следуй дальше за Христом, вопреки всем обстоятельствам, которые складываются подчас в жизни. И я хотел бы привести вам несколько отрицательных примеров из Библии того, как люди в какой-то момент, взвешивая все за и против, при различных жизненных обстоятельствах, отказывались дальше следовать за Христом, отказывались становиться во Христе цельными и самостоятельными. Они отказывались духовно взрослеть, терять, может быть, расположение знакомых, друзей, терять ощущение комфорта, счастья, терять что-то выгодное и важное в жизни. Для них то, что, может, составляет их эго, их гордость за что-то, ради того, чтобы, идя дальше за Иисусом, познавать самих себя, как творение Божие и свое предназначение, которое вкладывал их Бог, когда создавал. Первый момент – это Евангелие от Матфея, 19 глава. Там представлен разговор богатого юноши с Иисусом. Подошел к Иисусу богатый юноша. И вот в 22 главе мы слышим, как Иисус что-то сказал ему, и услышав слово сие написано, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Большое имение этому юноше придавало ощущение личного комфорта, личной значимости в глазах других людей, самого себя. Иисус сказал ему, «Оставь, раздай и следуй за Мною». Он подумал, Он взвесил, и Он не пожелал оставить все это, Он пожелал оставить все, как есть, не вникая больше в зов своего сердца, не ища больше своего предназначения, не выискивая близости с Иисусом, Он отдаляется с печалью. Второй пример. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе записан, это отошедшие в какой-то момент от Иисуса ученики, определенная часть, определенная группа учеников. Там в 66 стихе мы читаем 6 главы. «С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Почему же эти ученики отошли от Иисуса в определенный момент? 60 стих дает нам на это ответ. «Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать?» И после этого они приняли решение оставить Иисуса. Им хотелось слышать то, что хотелось им слышать. Им хотелось получать от Иисуса только то, что хотелось им получать от Него. Им хотелось видеть только то, что они хотели видеть там, вблизи, находясь с Иисусом. Многие ждали от Иисуса и получали от Него исцеление, хлеб, прощение. Но когда от них требовалось что-то в ответ, какое-то усилие воли, какой-то подвиг веры, то они в этот момент взвесь и все повернули назад. И с этого момента начинается личная трагедия каждого из них, потому что вслед за оставлением Иисуса в их сердца стала нарастать ненависть ко Христу, которая потом выплеснулась на Голговском кресте из учеников, когда ты становишься преследователем Иисуса. А ведь так будет и в будущем. Мы читаем Божью Вестницу, которая пишет, что самые яростные гонители Церкви верных будут именно те, которые раньше были в рядах этих верных. Но по каким-то причинам они оставили в какой-то момент веру во Христа и перешли на другую сторону. Вспомним притчу Иисуса о десяти девах. Там показаны пять беспечных дев. Разве здесь не представлен инфантилизм, несерьезность и безразличие этих верующих людей, как бы ожидающих пришествия Иисуса Христа, но по факту не ожидающих пришествия Иисуса Христа. А вспомним притчу Иисуса о слуге, который зарывает талант в землю, который Христос ему дал для того, чтобы он его приумножил. Пускать талант в рост – это же надо думать, как это сделать. А когда ты подумаешь и придумаешь, как это сделать, так надо теперь задуманное реализовывать, а для этого надо вкладываться силами и умом, и желанием, и временем, и всем остальным проще закопать, откопать и отдать то, что ты когда-то получил. А царь Ирод, давайте вспомним его, ему необходимо было принять очень важные решения в своей жизни однажды между нарушением пьяной клятвы, которую он дал своим сотропезникам, и убиением пророка Божьего Иоанна Крестителя. И вот Ирод все взвешивал за и против, и думал, а как обо мне мои собутыльники подумают, а что обо мне скажут мои сотропезники, и скажут, у царя кишка тонка, и скажут, а какая же у него после этого будет репутация, а какой мой будет имидж, а какой будет мой авторитет. И он выбрал то, что выбрал. И голова Иоанна Крестителя оказалась на блюде усекновенная. И еще один пример из кинематографа советского. Я думаю, что старшее поколение помнит такой фильм режиссера Романа Балаяна «Полеты во сне и на его». Там главную роль играет Олег Янковский, известный актер, удивительный, уникальный, одаренный. И он играет там инженера Андрея Макарова. Это уже взрослый мужчина, проживший приличный отрезок жизни. И что характерно, он представлен человеком, который с детства был одаренным. Он с детства получил огромный запас талантов, каких-то навыков, всего прочего. То есть ему много было дано того, чего у других людей просто нету, даже когда они пытаются это, может быть, большим трудом в себе развить. Но что происходит? Мы с вами видим, что этот человек, которому очень много было дано, он совершенно не хочет ни за что быть ответственным. Он представлен человеком, который не хочет предпринимать каких-то усилий в чем-то, когда надо. Человеком, который не хочет искать каких-то других вариантов решения проблемы, потому что катит по накатанной колее вот этой своей такой безбашенной, безалаберной жизни, где не надо как бы, ну, рисковать, меняться в чем-то, что-то новое в свою жизнь впускать. Он ничего не выбирает, пытается сохранить себя таким, какой он есть. Он неизменный. И в конце фильма мы с вами понимаем, что перед нами показан явный образ человека, который окончательно запутался в своей собственной жизни именно по причине инфантильности. Русский философ Карпов Василий Николаевич сказал как-то, «Всю свою жизнь от детства до старости мы проводим большей частью вне себя, гоняясь то за материальными выгодами, то за внешним блеском, то за приобретениями в области наук и искусств, то даже за самыми пустыми и бесплодными удовольствиями, а идти домой и посмотреть, что у нас есть и чего нет, что делается и чего не делается, что требуется в жизни внешней для, внутренней для внешней, и каким образом приобрести эти условия, того мы не хотим. Обычно человек знает не себя, а знает свое, которое он и принимает за себя. То есть человек не знает себя, вот мы говорим, как важно знать себя, а вот то, что он вот так вот выражает внешне, среди других людей, он, этот имидж искаженный, этот бренд вот такого самого себя, он пытается вот эту пыль бросить в глаза другим людям, чтобы они представили о нем, какое он, но не такое на самом деле. И именно Иисус, именно пример Иисуса, именно при учении Иисуса помогают нам разобраться подлинно в том, кто мы с вами такие на самом деле, и, сделав правильные выводы, признав настоящее положение вещей, черпать силы у Иисуса для того, чтобы по-настоящему пережить в жизни силу духовных перемен, не так, чтобы это была какая-то имитация, а по-настоящему каждый день переживать силу духовных перемен. И это особенно важно адвентистам, потому что именно адвентисты определяют себя как народ, ожидающий второго пришествия Иисуса Христа. В Новом Завете 318 раз говорится о втором пришествии Христа. Примерно один стих из 13 стихов в Библии, в Новом Завете, говорит о втором пришествии Иисуса Христа. То есть колоссальнейший акцент на это величественное событие. Поэтому инфантильными быть адвентистом незачем, некогда, глупо и опрометчиво. И Иисус может вернуться в наш мир в любое время, когда Он посчитает это необходимым. И нам необходимо с вами быть духовно зрелыми, сильными и ответственными за свою личную жизнь, за жизнь окружающих людей, за церковь, за своих детей, и за свои семьи. Во втором послании Коринфянам, в 5 главе, 15 стихе, апостол Павел пишет такие слова. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего за них. Он умер, чтобы мы жили не для себя, а для Него. И тогда мы только станем самими собой, настоящим творением Божьим. Лучшее, что мы можем с вами сделать для познания самих себя, это отречься от самих себя и последовать за Христом. Худшее, что мы с вами, братья и сестры, можем сделать для самих себя, для познания себя, это избрать самих себя, поставить себя на предистал, а Иисуса Христа поставить на какое-то нацятое место. Вот тогда это будет для нас самая невосполнимая потеря и трагедия. Лучше всего в познании самих себя нам могут помочь заповеди Божьи, потому что наша жизнь, пропитанная исполнением заповедей Божьих, показывает нам честно, кто мы есть на самом деле, и показывает нам необходимость присутствия Иисуса Христа в нашей жизни. И Иисус любит каждого из нас такими, какие мы с вами есть. Но Иисус не успокаивается на этом, потому что Он хочет, чтобы в нашей духовной жизни происходили постоянные и качественные перемены взросления, принятие ответственности за свои выборы, за свои действия, за свои шаги в этой жизни, за свои решения. Когда-то христианский апологет Климент Александрийский по поводу важности познания самого себя как христианина сказал такие слова, «На то мы и умом одарены, дабы знать, что следует нам делать, и наставление познать самого себя в данном случае означает ничто иное, как следующее. Познайте, на какой конец вы все сотворены. Сотворены же мы и поставлены всем мире для того, чтобы быть верными исполнителями заповедей Божьих, если хотим наследовать спасение». Заповеди Божьи, братья и сестры, это прямая дорога к Иисусу Христу, потому что в свете заповедей Божьих, как в зеркале, мы можем с вами понимать самих себя и по-настоящему понимать Иисуса Христа. Вот мы берем в руки с вами смартфон, вот мы открываем с вами ноутбук, включаем ноутбук, и перед нами открывается масса разных возможностей, которые поглощают нас тут же с головой, и мы так увлекаемся в это, что порой забываем, теряем часы, забываем, какое сейчас время, суток, что сейчас вокруг происходит. Почему же исполнение десяти заповедей Божьих не захватывает нас, как экран смартфона? Ведь это по-настоящему истинные приключения жизни, настоящее дерзание, настоящий вызов исполнять заповеди Божьи в различных непредсказуемых жизненных обстоятельствах, когда ты сам не знаешь, каков будет итог, каким образом все сложится, как Бог проявит себя, как Он будет действовать в твоей жизни среди других людей. Но Господь точно обещает нам одно. Наша жизнь тогда, если мы будем верны Ему, если мы будем стремиться исполнять заповеди Божьи, следовать за Христом, стремиться познавать себя, познавать Христа, наша жизнь точно не будет скучной, предсказуемой, пресной, тухлой. Такая жизнь будет у нас. Да, она будет непростой, она будет очень сложной, но она будет очень интересной и она будет очень яркой. И тогда у нас в жизни вырастут крылья, потому что будет работать обетование, которое дано через пророка Исаию. Мы читаем в 40 главе, в 31 стихе, такие слова, которые в древности Бог через пророка сказал. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, поднимутся и никогда не утомятся». Это интереснейшая жизнь, потрясающая жизнь. Разменивать ее на что-то другое, даже очень увлекательное, очень фееричное, очень захватывающее, ни в коем случае нам нельзя. И настоящая, зрелая, интересная, красочная жизнь. Вот эта жизнь, которую предлагает нам Евангелие, жизнь магнит, жизнь влияния, жизнь эффекта, захватывающая, вовлекающая других в свой исцеляющий христианский ритм. Мы сегодня с вами живем, братья и сестры, в мире роботов. Может быть, это кто-то так не ощущает, не воспринимает, но это на самом деле так. Потому что на 7 миллиардов человек, живущих на данный момент на планете Земля, приходится порядка 25 миллиардов машин. Это и бытовые приборы, это и смартфоны, это и автомобили, это автомобильные аппараты, это вооруженная техника, это компьютеры, это телевизоры, чипы, роботизированная техника. То есть все они в той или иной степени создают жизнь человека, во-первых, ленивой, а во-вторых, комфортной. И даже оружие, оно вносит в жизнь человека комфорт и позитив. Почему? Потому что в условиях греховности, в условиях войн опасность возмездия не дает другим права напасть, делает островку, и люди живут более-менее спокойно. И самое тревожное заключается в том, что мир роботов, искусственный мир, мир искусственного интеллекта отчасти делает нас зависимыми от него, инфантильными, незрелыми. Если это не так, то это очень просто доказывается. Простая проверка. На месяц откажитесь от вашего любимого смартфона. Отложите его в надежный угол. Отдайте кому-то на хранение. Возьмите обычный кнопочный телефон, что вам могли дозвониться, и вы могли дозвониться кому-то в течение месяца. И все. Если это сработает, я вас буду уважать. Я сам скоро такой эксперимент проведу со мной. Скоро у нас будет ночь бдения, братья и сестры. Мы на церковном совете примем день, суббота на воскресенье. И эта ночь бдения во многом будет посвящена именно этому вопросу, потому что это сегодня является одной из проблем номер один. И проблемы в том числе христиан. Сегодня уже ставшие многочисленными эксперименты в разных странах, в том числе и в России, убедительным образом доказывают, что взрослые люди, а тем более молодежь и тем более подростки, уже не в состоянии становиться жить без гаджетов. Провести день без живых людей современному человеку сегодня гораздо проще, чем провести день без какого-то устройства с голубым экраном. Я хочу вам рассказать об одном исследовании, которое было недавно проведено в Санкт-Петербурге, когда 70 подростков попытались прожить 8 часов, вдумайтесь, 8 часов всего лишь без каких-либо средств коммуникации. Из 70 подростков с этим заданием справились всего только трое, а остальные 67 человек в разное время прервали этот опыт, потому что стали испытывать одни беспокойство, другие страх, жар, головокружение, тошноту, сухость во рту, тремор рук, боль в животе, боль в груди и даже ощущение, что волосы на голове шевелятся, потому что в руках нет вот этой игрушки, вот этого занятия, вот этой безделицы, которая тебя завлекает и забирает твою жизнь, твое время, самого тебя. и все симптомы вот у тех 67 прошли с того момента, как они в руки взяли вот какой-то гаджет, включили ноутбук или что-то еще. Современные психиатры ввели новый термин номофобия, то есть это страх остаться без цифрового устройства, номофобия, когда люди просто боятся, а вдруг я забыл его подзарядить, что же я буду делать, а я на работу уехал, на учебу оставил его в телефон это дома и пошла вот эта мандражка. У меня такое было, когда я в Нижний Новгород к маме уехал, а телефон оставил на зарядке, я думаю, ничего себе, я пастор на неделю, да, я отпросился, на пять дней оставил телефон дома, это катастрофа, все, я приеду, здесь просто будет везувие, вулкан, торнадо, меня разнесут, просто скажет безответственный человек, то есть вот насколько нас вот это все уже впрягает в себя, да, включает и делает зависимое от всего этого, поэтому запомните, прямая дорога к духовной инфантильности это постоянное выдергивание смартфона во время богослужения, во время чтения Библии, прерывание молитвы во время звонка, во время проведения домашних групп, во время репетиции, во время прослушивания концертов, во время служения, во время посещения кого-то, когда тебе звонок что-то там в соцсети становится дороже, чем человек, с которым ты общаешься сидя за одним столом. Смартфон должен всегда научиться ждать братья и сестры, он должен всегда отключаться во время всего вышеперечисленного, потому что все вышеперечисленное помогает вам познавать самих себя, познавать Иисуса и ближнего. Если же нами овладевает гаджет, значит, мы закрываем все возможности духовно расти, становиться цельными, значит, наше отношение с Иисусом и живыми людьми заменяет робот, заменяет что-то искусственное, плата какую-то, еще что-то, или какая-то другая цифровая технология. И это как раз подлинная правда жизни, с которой мы с вами должны бороться, мы должны побеждать, мы должны воевать, если даже для этого требуются с нашей стороны жертвы. Джастин Ратнер, футуролог и технический директор компании Intel, в своей статье «Главные предсказания о будущем компьютерных технологий» пишет такие слова «В будущем электронные устройства все больше будут ориентироваться на своего владельца, совершенствоваться в понимании интимной стороны жизни человека, меняется парадигма отношений между человеком и гаджетом. По мере развития мы все больше воспринимаем устройства как личных ассистентов и товарищей. В будущем устройства начнут запоминать приобретаемый вами опыт, узнавая вас как личность и давая вам советы. Вы понимаете, о чем этот человек компетентный? Он в этом больше нас каждый понимает. Он видит глубже последствия соприкосновения со всем этим цифровым миром. Он говорит, что устройства в будущем скором уже вот-вот они будут узнавать нас очень хорошо и они будут зная нас хорошо предлагать то, что нам хорошо. Они будут нами манипулировать, они будут давать нам такие жизненные подсказки, которые, ну, как поступить в том или ином случае, да, как принять какое-то решение, которые, я думаю, во многом будут расходиться с волей Божьей. Я думаю, что мало мы там что-то из Евангелия будем находить, да, когда нам Google Лакей будет там давать какой-то совет, то это вряд ли будет совет Иисуса Христа. Это будет что-то совершенно другое, безрелигиозное, агностическое что-то, да, такое бездуховное, скорее всего, светское, секулярное. Поэтому и знаете, что плохо? А мы же люди-то греховные, мы же люди плотские и податливые, потому что нам что фонить будет в ухо, и сладкое этому уху будет, мы то и будем слушать прежде всего, а потом только то, что действительно для нас является жизненно важным. Поэтому мы всегда будем с вами желать по своей природе жить менее ответственно и более инфантильно. Помните, как написано в послании к Галатам в пятой главе в семнадцатом стихе? Там очень четко апостол Павел говорит, ибо плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти, и они друг другу противятся, так что вы не делаете то, что хотите делать, а будете делать то, что вам предложат делать, то, что будет вам желаться и хотеться. То есть хотеть, не хотеть, делать, не делать, это вопрос вашего личного права, это вопрос дара свободно принимать решение в том или ином случае. И послушайте, вот что еще пишут исследователи в взаимоотношении человека и цифровых технологий или цифровой среды Кирилл Николаев и Шакия Абдулаева. Они в одной из своих книг пишут следующее размышление по этому поводу. Передавая кому-то или чему-то право принимать за нас решение, мы отвыкаем мыслить самостоятельно и теряем свободу не образно, а в прямом смысле слова. Отсутствие навыка принимать решение грозит неспособностью ставить цели, а значит и жить по своим правилам, так как хотите именно вы. Сегодня большинство не стремится управлять своей жизнью и предпочитает, чтобы их решения и поступки контролировались извне кем-то, а не самим человеком. Вы понимаете, да, вот всю действительно сложность, вот эту всю щепетильность и какой жизненный вызов на самом деле во всем этом отражается. Гаджеты, цифровые технологии способствуют развитию инфантильности, состоянию вот такого безинициативного отношения к жизни и к самим к себе, а для христианина безответственность перед Богом, перед ближним, за самого себя, за родителей, за детей, это всегда откат духовного развития назад, братья и сестры. Мы и так с вами многое из того, что необходимо нам, как верующим людям, делать в этом мире, мы не делаем по своей греховной природе. Но, поверьте, гаджеты сделают вас еще более зацикленными на самих себе, еще более ленивыми, еще более равнодушными к окружающим людям. Они подстроят вас под свой ритм, под свое как бы состояние и отношение к жизни. Недавно совсем брали интервью известного боксера Мурата Гассиева и спрашивают у него, Мурат, а вот ты когда на сборах, у тебя начинается тренировочный день, и приходит время пробежки, ты как другие боксеры наушники в уши втукаешь и бегаешь с музыкой, и он говорит, нет, я бегаю без наушников. А его спрашивают, почему ты бегаешь без наушников, без музыки? Он говорит, потому что когда я включаю музыку, то я бегу по тому ритму, который задает мне музыка, а не по тому ритму, который нужен моему организму и мне, чтобы я чувствовал себя самим собою, а не тем, что мне предлагается там. То есть встраиваясь в этот ритм и пробегая искусственно, а не так, как это надо. И вот этот не тот ритм, вот это все чуждое, вот это все противоестественное, оно действительно человека связывает по рукам и ногам. Для того, чтобы возрастать во Христе, для того, чтобы познавать самих себя, необходим живой опыт с Иисусом, необходима живая практика христианского благочестия и служения, необходима Библия, необходима молитва, необходима настоящая, а не виртуальная любовь к Богу и ближнему. Наши духовные перемены неизбежно станут причинами перемен других людей. Если в нашей жизни духовных перемен нет, не ждите никаких перемен ни от кого. Это будет полное болото, братья и сестры. Что бы вы там ни желали в своей голове по отношению к своим близким, в вашей жизни нет перемен, нет перемен вокруг ни у кого. Никто не заинтересуется, никто не проникнется, никто не захочет святую книгу открыть, прочитать Евангелие, никто не захочет переступить порог молитвенного дома, прийти на субботнее служение. Никто, если в вас не будет никаких перемен. Поэтому завершить я сегодняшнюю проповедь хотел бы рассказом или реальной историей о румынском парне, который однажды в жизни своей постречал Иисуса. Он молился ему, он хотел перемен своей жизни, он хотел понять самого себя, и он постречал в своей жизни тех верующих, которые привели его в церковь, и которые помогли ему открыть Иисуса и найти свое призвание. Этого человека звали Ади Глига. Ему было пять лет, когда родители отказались от него и оставили его в детском доме, потому что они были бедные, и они не могли его, ну, у них не было средств существования, они не могли его содержать и делать уход ребенку. И он рос в детском доме до 18 лет. Как он свидетельствовал, он познал все муки ада земного в этом месте, потому что там он видел весь густок агрессии, все бесконечные драки, бесконечная жестокость сотрудников, детей друг к другу. Он видел там, познал всю силу одиночества, отверженности, он жил в этой негативной атмосфере, и когда ему исполнилось 18 лет, его определили учиться по профессии плотник, но он не очень любил плотническое дело, он чувствовал, что его тянет к чему-то другому, но он никак не мог понять, что такое, и он вскоре, занимаясь плотническим делом, участь в колледже, заболел, и долгое время отсутствовал, его очислили из колледжа по этой причине, и он остался совершенно один, не имея ни ремесла, ни корочек образования, ни родителей, ни друзей, никого, он шлялся по городу, и в один, он, как бы, его здоровье ухудшалось, он питался из мусорных баков, он спал, где придется, ища разные места, его жизнь скатилась в никуда, и вот в один из вечеров, в конец устав от такой безнадеги, он заплакал и помолился, обращаясь к Богу за помощью, и он дал Богу обещание, что если Бог ему поможет выбраться из этого хаоса, из этой бессмысленной жизни, то тогда он всю свою жизнь посвятит ему, и спустя время он встречает человека, который был христианином, который предложил ему пойти в церковь, и его приняли в церкви, и для него там Христос стал Господом, а церковь для него стала родной семьей, которой ему так не хватало все эти годы жизни среди других людей, и с тех пор Ади ездит по Румынии, он ездит по другим странам, и он несет добрую весть спасения людям, которые нуждаются в Божьей любви, теплом слове и понимании, он певец, он нашел себя в этом предназначении, он пишет глубокие тексты, он пишет музыку, он поет, он прославляет этим Бога, он этим даром привлекает других людей ко Христу, он говорит, я смотрел на людей, которые окружают меня, которые живут вокруг, и я искал кого-то среди них особенного, и я понял, что общаясь с тем, с другим, с пятым, с десятым, что просто теряю время, и я решил быть первым, кто полюбит кого-то по-настоящему, он говорит, я хочу найти новый способ любить, не так, как это предлагают окружающие люди, я хочу раскрыть новый способ понимания человека человеком, так, чтобы это действительно были настоящие человеческие отношения, и он говорит, иногда мне казалось невозможно любить этих людей, окружающих в этом мире, время проходит, говорит, день за днем, и я понимаю, что любовь, которую я ищу, ее здесь не найдешь, это неземная любовь, источник ее происхождения не здесь, среди людей, и он говорит, тот, кто находит этот неземной источник любви, он спасается, и он говорит, я говорю о его любви, не о любви среди нас, людей, а о его любви, о Божьей любви, он говорит, я хочу найти новый способ любить, и хочу раскрыть новый способ понимания людей, и посмотрите вот этот клип, вы увидите, там очень глубокий сюжет вложен, два человека, парень и девушка, они ходят с Библии, читают, и там стоят гипсовые статуи, они читают Библию, молятся перед этим гипсовыми статуями, и они оживают, гипс разваливается, и оттуда выходят живые люди, которые идут след за ними, послание к Оримфинам, 13 глава, 4 стиха, это лучшие стихи, которые говорят о познании самих себя, о познании Христа, о служении людям, об ответственном отношении к жизни, любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое, теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же будем лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан, а теперь пребывают сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше, аминь.